Минувшую субботу в спортивном комплексе «Олимпия» прошел чемпионат и первенство Ивановской области по армспорту. Лучшие спортсмены, причем не только из нашего региона, боролись за выход на чемпионаты первенства России. Сила и воля к победе в их собственных руках, причем в буквальном смысле. Хотя без развитого логического мышления в армспорте тоже делать нечего. Силовой, да, я соглашусь, здесь есть силы, но больше здесь нужны техники, и, как бы сказали, ум тоже, как бы нужно думать, как подход к сопернику найти, как с ним бороться. Даже, ну, это все влияет, все это качество. Татьяну называют самой сильной женщиной в Ивановской области. В своей рисовой категории свыше 80 килограммов ей почти нет равных. Впрочем, силу женщина использует исключительно в спорте. В жизни повседневной конфликты решает на словах. Да, нет вообще. Если бы молодость еще применяла, а сейчас-то стараюсь не применять. Первоначально планировалось немного другое мероприятие, более масштабное. Организаторы хотели провести целый турнир по силовым видам спорта. Однако, желающих помочь деньгами так и не нашлось. Мы не нашли отклика ни со стороны коммерческих структур, ни со стороны администрации для поддержки этого мероприятия. Нам пришлось отменить ряд дисциплин, которых мы бы смогли пригласить еще такое же количество участников, как и по армспорту. То есть, в целом было бы в два раза больше ребят. Не хватило порядка 40 тысяч рублей. Сумма и для бизнеса, и для власти небольшая. Развитие молодежного спорта в конце года ни у кого не входит в статьи расходов. Ведь впереди новогодние корпоративы и прочие приятные хлопоты. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.